Утром первого, мы на месте. Тринанс, заработал, включили львы, тускулы поезды. Из-за принят, уезжаем. Сотрудники городского управления полиции расследуют случаи угонов и грабежей автомашин. После многочисленных заявлений граждан о подобных преступлениях, в управлении была создана специальная группа по расследованию. Здесь першир, у нас уже без уборства, да? Так, в ходе расследования мы задержали двух молодых людей 1994 и 1996 годов рождения, подозреваемых в совершении серии автомобильных грабежей. Подозреваемые угоняли автомашины со дворов пятиэтажек из других мест, где автомобили оставались без присмотра. Как установило следствие, оба задержанных были ранее судимы за аналогичные преступления. На сегодняшний день мы выяснили, что эта группа причастна как минимум к 20 подобным преступлениям. Подозреваемые специализировались на угоне и последующей перепродаже автомашин марки «Опель Вектора» и российского производства марки «Ладо». Задержанные продавали автомобили по дешевке, рассчитывая прибыль получить с количества перепроданных автомашин. Сейчас полицейские проверяют, каким еще преступлением имеет причастность эта группа. 228 камер Центра оперативного управления помогают полицейским в расследовании дорожно-транспортных происшествий, уголовных преступлений и административных правонарушений. Камеры установлены во многих местах и фиксируют множество нарушений. Но не все, даже зная наблюдений, соблюдают порядок. Как, например, этот мужчина, проигнорировавший предупреждение прохожих и пожалевший об этом через считанные минуты. Нам по рации поступило сообщение о том, что на остановке «Базар-Коктем» мужчина нарушает общественный порядок. Через три минуты после вызова мы задержали нарушителя и доставили в опорный пункт охраны общественного порядка для дачи объяснений. Такой оборот событий стал для задержанного полной неожиданностью и уже в пункте полиции он попытался загладить свое вино. Теперь задержанному придется оплатить денежный штраф. В случае, если он еще раз совершит правонарушение по этой статье, его ждет более суровое административное наказание. За сутки в городе зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали шесть человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok